так видно ли меня слышно ли меня видно ли меня слышно ли меня напишите в чатике что меня допустим видно или слышно да есть не пугайтесь не пугайтесь моих очков это это розовые очки через которые я смотрю на мир нет на самом деле это я тут немножечко немножечко занимаюсь биохакинга тачки отфильтровывающий синий цвет экспериментируем ощущение очень странные при этом так коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю друзья что полным ходом идет набор на онлайн курс роман в нашей сценарной мастерской осталось 16 мест на них уже там больше 20 заявок подано поэтому если вы планируете планируете присоединиться к этому курсу то самое время пройти по ссылке в описании она прямо у вас перед глазами и занять место на курсе пока его не занял кто-то другой итак друзья мы продолжаем с вами наш год денег давайте я вам скажу что у нас будет происходить дальше пока вы все подключаетесь сейчас я хочу глянуть сколько у нас осталось занятий так апрель 1 2 3 3 занятия в апреле 1 2 3 4 5 занятий в июне и 26 июня мы с вами год денег закончим эпичная история получилось у нас с вами но мы продолжаем значит мы с вами некоторое время назад мы с вами разошлись так надо на две группы да какая-то часть у нас месяц самостоятельно занималась а какая-то часть занималась достаточно интенсивно под моим чутким руководством занималась на на годе на вп деньги и вот одна из тем о которых мы с вами там говорили скажем так тема того что такое деньги вообще вот давайте те кто не проходили выпаду попробуйте сформулировать одним словом что такое деньги те кто проходили я думаю что без труда без труда это слово вспомнил вот деньги одним словом что это такое напишите в чате что такое деньги одним словом поток да совершенно верно деньги это поток вот сразу же видно смотрите сразу же видно кто проходил в п и кто не проходил ольга возможность ксения инструмент да и те кто проходили в п до сразу же сразу же отвечает энергия ресурс да почему все эти энергия ресурс эквивалент и так далее ценность да почему это все неправильно потому что деньги начинают выполнять свою функцию только тогда когда в один единственный момент да они приобретают свою функцию они выполняют свою функцию в тот момент когда они переходят из рук в руки то есть когда они начинают двигаться То есть, пока деньги не движутся, они не имеют ценности. Они не являются эквивалентом, они не являются энергией, они не являются ничем, пока они лежат. Вот в тот момент, когда они начинают двигаться, в этот момент, когда деньги начинают расти, когда на них начинают начисляться проценты, в тот момент, когда они начинают двигаться, банк берет эти деньги, дает кому-то в кредит, кто-то эти деньги использует и появляется процент. Началось движение, началось какое-то изменение. Пока деньги не движутся, ничего с ними не происходит. Их как бы нет. Я не знаю, правда это или нет, что лягушка не видит предмет, если он неподвижен. И начинает его видеть только в тот момент, когда предмет начинает двигаться. Вот деньги, они становятся не то, что видимыми, они существовать начинают в тот момент, когда они начинают двигаться. Пока они не движутся, все. Более того, это движение, оно может быть не, скажем так, не физически. Да, то есть условно говоря, да, это может быть взяли купюру, передали одну купюру другому человеку, другой человек там что-то с ней сделал. Неважно, обменяли на товар, подарили, продали, дали в долг. Да, вот началось движение какое-то. Может не быть этого физического движения, да, например, биолог Драбешевский, когда я делал у него эфир, он раз с ним эфир, он рассказывал историю про некие камни на неком остре, я не помню, детали не важны, да, которые выполняли функцию денег. При этом сами камни не двигались. То есть камень лежал, да, и он считался принадлежащим там, Ивану. Дальше Иван приобрел какой-то товар, да, и камень стал считаться, приобрел какой-то товар у Олега, да, и камень стал считаться принадлежащим Олегу. Да, то есть это такая первая, первая в истории криптовалюта, да, первая виртуальная валюта, да, то есть движение их происходило, физического движения не происходило. При этом самая большая путаница и самые большие проблемы у людей возникают, именно связанные с деньгами, из-за того, что они путают вот этот, во-первых, не понимают, что деньги это поток, да, и не понимают того, что очень часто люди путают поток денег с потоком чего-то еще, да, то есть, например, есть поток ценностей, да, то есть товары, услуги, вот они двигаются каким-то образом, да, это могут быть не тоже виртуальные какие-то ценности, да, вот они перемещаются и параллельно или навстречу им идет поток денег. То есть, ну, по смыслу мы предполагаем, что это происходит так, да, что в одну сторону двигается товар, навстречу ему движется поток денег. Бывает и совершенно наоборот, да, бывает так, что товар движется в одну сторону и туда же еще и движется и поток денег. Такое тоже бывает. И помимо этого, да, есть еще третий поток, это поток времени, да, то есть поток, люди тратят на то, чтобы происходить, на то, чтобы зарабатывать деньги, люди тратят время. На то, чтобы производить какие-то ценности, люди тоже тратят время. И бывает так, что человек времени потратил много, а ценности произвел мало. Или времени потратил много, ценности произвел много, а денег получил мало. Да, например, я вчера читал статью про разные конфликты в группе Deep Purple. И там, значит, Ян Гиллан рассказывал, с такой горечью рассказывал, что он не получал долю от доходов, то есть он получал какую-то, какую-то зарплату он получал, да, но он не получал долю от доходов группы в течение 10 самых главных лет. Да, то есть когда одна из самых, ну, в какой-то момент они были там самая популярная группа в мире. И в это время, да, человек, который пел в этой группе, получал какую-то не очень большую зарплату, да, то есть поток ценностей, поток времени он давал очень большой, все свое время отдавал группе. Поток ценностей он создавал большой, да, и поток денег, навстречу, был очень маленький. И наоборот, бывает так, что человек ценностей особой не создает в мире, времени не тратит на это, а деньги получает довольно большие. То есть вот эти потоки, они друг с другом не связаны вообще. И люди очень часто их путают. И кажется, что вот если я потратил на что-то, там, достаточно времени, да, полдня потратил, то, соответственно, да, я и денег заработаю больше. А это совсем не так. И вот именно из-за этой путаницы, да, из-за путаницы в оценке, люди очень часто попадают в такие, какие-то проекты, да, которые ничего не дают, да, а забирают очень много времени и невысокую ценность дают и немного денег приносят. Поэтому нужно научиться различать потоки денег, научиться различать потоки ценностей и научиться различать потоки времени, которые мы тратим. Ну, пример такого потока. Например, предлагают, у меня в свое время была такая одна из моих работ, я писал для одного издания, я писал обзор медиа. То есть, я писал, я брал какой-нибудь медиа, да, как сейчас помним, я писал про журналы много, про FHM, про Esquire, про РБК журнал, когда вышел, да, я брал журнал и фактически, ну, делал некий обзор, да, то есть, что из себя представляет этот журнал. Про журнал Ом, я помню, писал большой достаточно материал про журнал Крокодил, в котором до этого работал и так далее, да. И в какой-то момент я вдруг понял, что я получаю, я за колонку в то время получал 50, по-моему, долларов, что ли. Это было типа там полторы тысячи рублей в рублях. Тратил, ну, день минимум я тратил, чтобы написать эту колонку. Плюс мне надо было купить журнал, да, журнал стоил там, ну, например, там 100 рублей, 80 рублей. И получалось, что времени я трачу много, получаю в ответ очень немного. Другое дело, что, например, можно держать такой проект, который приносит немного денег, если помимо этого он приносит что-то еще. Да, то есть, например, если, ну, это какой-нибудь, это колонка, которая, например, в известном издании, которая вам приносит некую известность тоже. Но очень часто бывает так, что известности проект особо не приносит. Вот, и когда я это понял, да, что я работаю, работаю много, получаю денег мало за это, да, то есть, надо как-то увеличить монетизацию. Я пришел к главному редактору и сказал, слушайте, ну, что-то как-то давайте решать. Вот, и он сказал, а сколько ты там получаешь сейчас? Я говорю, ну, там вот столько-то, столько-то. Говорит, переходи к нам, шеф-редакторам, будешь получать столько-то. И там сумму в два с половиной раза больше назвал. И я просто перешел, перешел к ним на работу, да, то есть, увеличил монетизацию. Да, я увеличил и время работы, увеличил, естественно, и создаваемую ценность, но я кратно в, там, в десятки раз увеличил монетизацию этого потока. Итак, вот важно, чтобы вы понимали, и прям вот это очень, это одна из фундаментальных вещей, да, деньги это поток, и нельзя путать поток денег, поток ценностей и поток времени. Насколько понятна эта мысль? Если понятно, напишите в чате, что все понятно. Если есть какие-то вопросы по этому поводу, то задайте вопрос. Я понимаю, что для тех, кто проходил ВП, это сейчас было, ну, такое повторение пройденного. Но для всех остальных тоже мне важно, чтобы вы эту мысль для себя зафиксировали. Хорошо, идем дальше. Да, что важно, что потоки могут не пересекаться. Важно научиться эти потоки различать и ловить, да, то есть, в итоге вы можете найти поток, которым вы тратите не очень много времени, создаете достаточно много ценностей. Здесь тоже, вот, является ли для вас приоритетом создание ценности, да, например, для меня является важным жизненным приоритетом создание ценности, да, и, соответственно, я создаю огромное количество ценностей, не стараясь монетизировать ее, да, то есть, я понимаю, что я мог бы монетизировать создаваемую мною ценность гораздо выше, но тогда, скорее всего, ну, я не мог бы такой большой поток ценностей создавать, если бы увеличил монетизацию. Для меня это важно, для меня это приоритет, то есть, я мог бы зарабатывать больше, кратно больше, но умышленно этого не делаю. Хорошо, теперь дальше, вот смотрите, представьте, что вот человек и идет поток, да, то есть, он генерит какой-то поток времени, он генерит какой-то поток ценности, да, и через него проходит какой-то поток денег. И у большинства людей есть только один поток, да, то есть, вот он идет, этот поток денег, один источник, один поток, и дальше люди этот поток, да, дальше отправляют, он через них тоже идет одним потоком, то есть, как бы человек стоит по колено в ручейке денег, да, и они, оббегая его, утекают дальше, то есть, получили деньги и сразу же их потратили. Вот у большинства людей именно так, сколько денег получили, столько и потратили. Причем, само по себе богатство не, оно не имеет большого значения, да, то есть, величина потока не имеет значения. И мне всегда, я всегда с такой, ну, как-то жалостью даже читал про разных знаменитостей, да, знаменитых писателей, знаменитых актеров, режиссеров и так далее, которые зарабатывали огромные деньги, да, но как только что-то происходило, да, их увольняли, например, поток иссякал, и они оказывались вообще ни с чем, да, то есть, идет поток, ты зарабатываешь ли ты миллион рублей, сто тысяч рублей, миллион долларов, да, актер, например, может зарабатывать, там, миллион долларов в месяц, да, нормальные вполне себе, нормальные деньги вполне себе, да, то есть, если ты снимаешься в двух фильмах, да, звезда первой величины, два фильма в год, по 20 миллионов долларов за каждый фильм, да, понятно, половину из них ты сразу же отдаешь налоги, еще сколько-то, там, чекрыжевый, это агент, менеджер, команда и так далее, и так далее, но остается, там, плюс-минус, чуть меньше, там, миллиона долларов в месяц. Вот, кажется, что сумасшедшие деньги человек зарабатывает, да, но он этот миллион долларов заработал, и он этот же миллион долларов и потратил, потому что нужно, там, дорогое жилье, нужна дорогая машина, нужен, там, дорогой ресторан, да, если ты зарабатываешь миллион долларов, но ужинаешь в ресторане на сто тысяч долларов, да, соответственно, у тебя месячной зарплаты хватит на то, чтобы 10 раз поужинать, а 20 дней ты будешь просто из холодильника сэндвичи, там, какие-нибудь доставать, и довольно большое число богатых людей, они живут именно так, да, то есть они формально, вроде бы, богаты, денег через них проходит много, но эти деньги не задерживаются, да, то есть они прошли и ушли. Вот, давайте так, есть ли среди вас кто-то, кто живет вот так вот? Вот сколько заработали, столько и потратили? Если да, то поставьте плюсик. Если, давайте, не вдаваясь в детали, если у вас не так, поставьте минус. Если вы живете так, сколько заработали, столько потратили, поставьте плюсик. Если вы не все деньги тратите, которые зарабатываете, поставьте минус. Просто интересно статистику, статистика осознанности финансовой. О, классно, минусы полетели, полетели минусы, супер. Вот за что я люблю нашу с вами компанию, за высокий уровень осознанности. И вот тоже сразу же видно, кто не проходил ВП, у тех плюсики, кто проходил минусы. Хорошо, идем дальше. То есть, наша задача, еще раз, вот я прям, мне важно, чтобы вы зафиксировали вот этот образ потока, потому что он помогает включать в нужные моменты осознанность. Да, вот идет поток и нужно научиться внутри себя, да, то есть мы как бы фильтр для этих потоков. Да, то есть можно быть, как Джонни Депп, да, прозрачным для этих потоков, да, как ему там говорил один из его финансовых консультантов, что Джонни, когда ты инвестируешь деньги в вино, да, если ты это вино выпиваешь, то это не называется инвестицией. Да, то есть вот что вошло, сколько вошло денег, столько и вышло. Да, и в итоге, самое интересное, что в итоге, да, вот на примере Джонни Деппа, из-за этого, из-за того, что человек не умеет управлять вот этими финансовыми потоками, да, он вынужден сниматься во всяком дерьме, в различных очень плохих фильмах. И большое количество классных актеров первого ряда очень часто снимаются в очень плохих фильмах. Почему? Потому что нужно два фильма в год, нужно 40 миллионов долларов заработать для того, чтобы платить по счетам, да, то есть нет возможности остановиться и выбрать, да. Есть, конечно, и другие примеры, да, как этот Дэниел Льюис, да, который снимается раз в пять лет, снимается и если уж снимается, да, то это или нефть, там, ну какой-нибудь реально хороший, хороший сложный фильм, а в остальное время сидит и башмаки тачает, как Лев Толстой. Так вот, нужно научиться вот эти потоки внутри себя распределять и управлять ими так, чтобы они были разные по толщине и по скорости. То есть вот идет поток и дальше вы их распределяете на несколько потоков и в этих протоках деньги движутся. Они, во-первых, разной толщины, да, допустим, если навстречу идет поток, там, в 100 тысяч рублей, у вас может быть протока, в которой 10 тысяч рублей, например, да, ежемесячно проходит, и протока, в которой, там, не знаю, тысяча рублей проходит, да, и скорость прохождения у вас тоже может быть разной, да, то есть вы можете эти 10 тысяч, там, разом заплатить, да, а можете 10 тысяч, там, по тысяче рублей выплачивать, да, То есть количество транзакций, да, это скорость, а величина транзакции в единицу времени, да, это толщина потока. И вот чем большими потоками вы можете управлять, тем более вы эффективно, осознанно управлять, да, не так, что у меня 500 потоков денег, непонятно, куда они утекают, тем более вы эффективны в смысле денег. Я знаю людей, которые управляют тысячами потоков, но для фрилансера я считаю, что оптимально иметь 6 потоков, то есть, сейчас я вам расскажу об этих 6 потоках, их может быть меньше, да, то есть для начала я считаю, что ну как минимум хотя бы 2 потока должно быть, двумя научитесь управлять, дальше можно увеличивать. Оптимально 6, я считаю, может быть больше, да, опять же, если их больше, то вот это большее увеличение количества потоков, оно чаще всего вот внутрь какого-то из этих 6 потоков, да, то есть в один из потоков у вас может входить там несколько ручейков разных. Итак, вот они эти 6 потоков. Первое, это деньги на текущие расходы, да, то есть это деньги, которые вы тратите прямо сейчас. Это могут быть, может быть карточка, опять же, да, один поток может включать несколько, скажем так, несколько инструментов, да, то есть не надо путать, да, поток и инструмент. Да, то есть, что типа вот на карточке это одни деньги, да, это один поток, а наличные это другие, другой поток, да, то есть их это не надо путать. И вот, например, вы переводите себе на карточку в начале месяца, да, допустим, там сумма в 50-100 тысяч рублей. Да, и плюс, например, наличные снимаете тоже, например, там те же самые, там 50-100 тысяч рублей. Да, и вот у вас там, скажем, 200 тысяч рублей, 100 тысяч рублей на карточке и 100 тысяч рублей на наличными лежат. И вот вы в месяц, да, тратите эти там, например, 200 тысяч, суммы условные, да, тут у каждого свое, тратите эти деньги, да, то есть вы вычисляете, сколько вам нужно на повседневные расходы в течение месяца, да, то есть выделяете эти деньги и раз в месяц вы их сюда отправляете, да, это деньги на текущие расходы. И у очень многих людей вот этот поток, он единственный, то есть есть одна единственная карточка, на которую зарплатная, да, начисляется зарплата, с нее снимается там половина денег, например, наличными, половина тратится с карточки, да, и в конце месяца на карточке ноль, и все, и больше никаких денег нет. Вот очень большое количество людей вот так именно существует, да, это должна быть на самом деле, да, наименьшая часть ваших расходов. И чем меньше вот эта доля этих повседневных расходов, тем вы финансово устойчивее. Дальше, второй поток, это оперативный резерв, это не подушка безопасности, да, то есть это деньги, которые вам могут понадобиться для того, чтобы быструю какую-то, быструю задачу решить. Что, например? Ну, например, сломалась машина, если вы лошадный, да, то есть я без лошадный, например, я принципиально не вожу, тем более живу в Москве, да, в Москве иметь машину надо быть безумцем, чтобы иметь машину. Да, ну, допустим, вот у вас машина, она может сломаться, да, и трата на ремонт машины, да, может быть, там, от 100 до 500 тысяч рублей, да, и эти деньги, они должны быть доступны мгновенно, да, то есть они, во-первых, не должны лежать на вашей зарплатной карточке, да, потому что, ну, мало ли что случится, да, или в кошельке 100 тысяч таскать, да, 500 тысяч таскать, это тоже, ну, небезопасно просто с большими деньгами. Да, и они, это будет давление все время, да, то есть вам будет все время хотеться эти деньги потратить, не у всех, не всем удается с таким давлением справиться. Вот, поэтому этот оперативный резерв, он должен быть, ну, где-то хотя бы на расстоянии, чуть дальше, чем вытянутая рука. Сломалась машина, нужен новый компьютер. У меня сломался компьютер, значит, я отвез его в ремонт, и ремонтники, что-то мне как-то там, день проходит, я им звоню, а что такое, ребят, а мы еще не посмотрели. На второй день звоню, опять еще не посмотрели, я говорю, так, стоп, все, ну, как бы, если бы вы сказали мне сразу, что вы два дня будете только смотреть, что с ним это самое, я бы уже сразу как-то решил эту проблему, да. А точка одна единственная в Москве, да, точка по ремонту к Xiaomi. Говорю, так, все, я забираю машину, да, тут же приехал, забрал, прошел по центру этому компьютерному, нашел другой компьютер, купил, тут же мне поставили на него все программы, все, что надо, да, я его принес домой, открыл, включил, да, потратил 200 тысяч рублей на новый компьютер. Опять же, есть люди, для которых, если сломался компьютер, то это реально проблема, да, то есть нужно где-то брать деньги, может быть, в кредит брать этот компьютер, да, то есть должен быть, если вы работаете, например, на компьютере, и для вас недопустима задержка в один, два, три дня без компьютера, да, значит, нужно обеспечить, сделать так, чтобы у вас был резерв на то, чтобы его в случае чего купить. Дальше, кто-то заболел, да, например, там, не знаю, стоматологическая проблема, да, то есть случилось, что выпал мост, да, а вам надо вечером на вебинар идти, да, и вы не можете просто появиться на людях, да, с выпавшей половиной челюсти, да, значит, вам нужно срочно поставить новый мост. Ну, во-первых, это там еще не так быстро, да, но это может стоить, там, хорошая стоматология стоит хороших денег, да, там, 200, те же самые 300 тысяч рублей. Ну, если сложная, сложная проблема, сложная коронка, сложный мост, да, то есть такая быстрая проблема, которую надо просто достать из кармана деньги и решить ее, да. Нужно срочно уехать в другую страну по какой-то причине, да, или в другой город. Нужно собраться, сесть, уехать и иметь деньги на первое время, да, там, на первые два-три месяца. Опять же, эти деньги должны быть на расстоянии вытянутой руки. Что здесь это может быть? Ну, если у вас счет ИП, например, может быть деньги на счету ИП, могут быть валюты, да, то есть здесь желательно тоже, желательно каждый вот этот поток диверсифицировать. Да, валюты могут быть, могут быть наличные в сейфе. Я бы эту сумму оценивал от 100 до 500 тысяч рублей. Опять же, лучше их иметь распределенные где-то в нескольких источниках. Дальше, следующие. Деньги на текущие расходы, первое. Второе, оперативный резерв. Третий, это, собственно, подушка безопасности. Это запас денег. Тоже здесь есть разные, как бы, теории по этому поводу. Кто-то считает, что подушка безопасности должна быть на год, кто-то считает, что на полгода, кто-то считает, что на три месяца. Ну, я так сторонник средних вариантов, да, срединного пути. Я считаю, что там, ну, полгода где-то вы должны иметь возможность прожить на эти деньги. Где эти деньги лучше всего хранить? Тоже лучше раскидывать по разным источникам, да, но нормальный вариант это накопительный счет. Это валюта на счету и в наличных. Это золото, причем это может быть цифровое золото. Это могут быть какие-то ликвидные акции, которые можно быстро сбросить, да, которые просто одной кнопкой можно сбросить. И это может быть крипто. Давайте оговорюсь там. Я не, по-моему, у нас по закону нельзя рекламировать криптовалюты. И, по-моему, их даже нельзя ими владеть. Давайте так, я оговорюсь, для тех, кто практикует и для тех, кто живет в тех странах, чьи законодательства допускают, допускают работу и расчеты в криптовалюте. Вот так, оговорюсь, чтобы не влететь в какие-то проблемы. Для средней руки фрилансера это запас от 1 до 3 миллионов рублей. Давайте так, насколько понятно, вот зафиксируем первые три потока. Если понятно, понятны эти три потока, напишите, что все понятно. Если есть вопросы какие-то, то задайте вопросы. Да, Ирина, хочется ставить плюсик, ведь информация позитивная, приходится ставить минус. Так. Сейчас кто-то какой-то енот к нам залетел. Сейчас схожу за баню. Так. Понятно. Хорошо. Идем дальше. Деньги на текущие расходы, оперативные резервы и подушка безопасности. Я понимаю, что может быть для кого-то я рассказываю, ну такие настолько азы. Ну ничего страшного. Повторение мать учения. Дальше. Следующее. Это накопление на крупные покупки. Здесь чаще всего, ну в 99% случаев речь идет либо о покупке квартиры, либо о покупке дома. Да, то есть если нам нужно большую крупную сумму накопить в 20, 50, 100 миллионов рублей, например, да, то здесь есть смысл для этого завести отдельный накопительный счет, да, я рекомендую делать именно это, да, то есть завести накопительный счет с хорошими процентами в надежном банке, входящем там в первую десятку и дальше, соответственно, на этом накопительном счету эти деньги хранит. Понятно, что какой-нибудь финансовый советник навороченный, да, может сказать, что да нет, да есть еще вот другие, да вот такие финансовые инструменты, да сякие и так далее, и так далее. Ребят, финансовых инструментов тысячи. И моя задача не выбрать наилучшие, да, наиболее эффективные финансовые инструменты. Моя задача показать наиболее, во-первых, простые финансовые инструменты, да, то есть я веду курс не для финансистов, а для писателей-сценаристов, для творческих людей. И, во-вторых, более или менее надежными, да, то есть понятно, что люди, которые пережили, там, несколько раз ограбление нашими банками, да, у них доверие к банковской системе уже так себе, да, но с другой стороны, вон, посмотрите, что в Европе, что в Америке с банками творится, да, тоже. Люди теряют, теряют свои сбережения миллиардами, вот, поэтому никакой стопроцентной гарантии никто дать не может, да, то есть любой инструмент может полностью обнулиться, стопроцентных, стопроцентных, как бы, инструментов нет. Пожалуй, кроме недвижимости, да, почему, потому что, например, квартира в Москве, она всегда будет стоить квартиру в Москве. Да, то есть это может стоить, там, не знаю, я помню те времена, когда однушка в Москве стоила 16 тысяч долларов, да, но 16 тысяч долларов в то время, это были очень большие деньги, да, это была однушка в Москве. Вот, поэтому, естественно, бывают и падение, бывают волны и падение стоимости квартир, да, но тем не менее, вот, ну, самый, самый стабильный такой инструмент, это недвижимость. Вот, вот, самый надежный инструмент для накопления денег, это банковский счет, ну, желательно в каком-то, в госбанке. Соответственно, вот, накопление на крупные покупки, я советую эти деньги хранить на целевом счету в банке. Дальше, следующее, неприкосновенный запас, то, о чем мы с вами тоже на ВП говорили, да, это может быть небольшая, небольшой процент, да, можно туда и 10% вкладывать, можно туда вкладывать и 1% своих доходов, да. Само количество денег здесь не так важно, да, здесь важен сам принцип, чтобы у вас были какие-то деньги, которым вы вообще не притрагиваетесь, да, чтобы это деньги, которые они у вас просто есть, да, и их движение, в какой момент происходит их движение, да, когда вы их перекладываете из левой руки в правую, да, это может показаться, что я, это некое противоречие с тем, что я сказал в начале, да, что должно быть какое-то количество денег, которые вы не тратите вообще, которые не движутся. Естественно, может наступить какое-то время, когда вы эти деньги возьмете и что-то на них купите, но здесь важно, чтобы это не было такое, деньги на черный день, да, то есть если вы их целево определите как деньги на черный день, в конце концов у вас черный день наступит и вам придется эти деньги достать, вот, но условно говоря, это деньги для сознания того, что у вас деньги есть, да, и в какой-то момент время от времени эти деньги я советую с ними делать следующую вещь, да, то есть опять же, да, очень важно из-за того, что как бы мы с вами встречаемся, как бы я исхожу из того, что каждая наша встреча, да, я вам должен дать полную информацию, вот, а здесь мне как бы вам надо дать информацию, про которую вы должны забыть на несколько лет, да, то есть мы с одной стороны сейчас говорим, это деньги, которые мы не тратим никогда, да, вот они у нас лежат и лежат и хорошо и приятно и замечательно, да, и вот там их там накопилось, сколько-то там, миллион, например, накопилось или там три миллиона накопилось и в какой-то момент мы берем их и тратим, да, то есть должен наступить какой-то раз в несколько лет, нужно брать эти деньги, и обязательно нужно это делать, да, и обнулять, тратить, вкладывать их, да, то есть, например, вы делаете какую-то покупку, да, и у вас там дома какой-нибудь покупаете, единственное, что это должна быть, опять же, не должно быть просто, давай-ка я пойду и прогуляю эти деньги, да, должна быть осознанная, не хотелка, да, а осознанное вложение их, они у вас есть, да, и вы их, пожалуйста, вот вложили и дальше снова их начинаете собирать, да, то есть деньги, о которых вы как бы забываете, да, то есть они у вас есть, 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 да, а потом время от времени, раз в несколько лет, тут каждый сам решает, с какой частотой их тратить, просто бывает так, что люди отложили, месяц они полежали, все, уже все, их надо потратить, да, здесь вот лучше раз в несколько лет делать это, вот этот неприкосновенный запас, вот, можно их и вообще не тратить, да, то есть оставлять там какое-то количество денег, да, которые вы держите, вот они просто пусть они будут, да, вы их по наследству передадите и как бы тоже нормально, тоже может быть подход, тут здесь надо каждому для себя подбирать, как удобнее. Значит, что здесь может быть? Здесь максимально консервативные инструменты, да, то есть степень консервативности тоже здесь каждый оценивает сам для себя, да, то есть я помню в романе Марселя Пруста, по-моему, в «Пленнице», там один из героев говорит, что самый надежный финансовый инструмент – это русские облигации. Нет ничего в мире надежнее, чем русские облигации. Это действительно так. До Первой мировой войны русские облигации, русский рубль был самой надежной валютой, он обеспечивался золотом и русские облигации считались самыми надежными. Соответственно, после этого они, после войны, они превратились, все превратились в пыль, да. Вот использовать максимально консервативные облигации, да, тоже сейчас, допустим, там считаются, американские государственные облигации, да, считаются надежными, да, откуда мы знаем, может, через два года ими будут печки топить. Соответственно, да, это могут быть облигации, это может быть накопительный счет, по-прежнему, считаю, достаточно надежным инструментом накопительный счет, это может быть физическое золото, да, золотые монеты, золотые изделия, и, соответственно, от одного до десяти процентов вы туда в неприкосновенный запас себе откладываете. И, наконец, шестой поток – это инвестиции. И вот тут у нас с вами начинается самое интересное с инвестициями. Сейчас мы отдельно поговорим об инвестициях. Давайте я сделаю небольшую, как бы, небольшую отбивку. Насколько понятно про эти шесть потоков? Сейчас я их еще раз перечислю. Или если есть какие-то вопросы по этим шести потокам, то задайте их. И дальше поговорим об инвестициях. Я еще раз повторю. Деньги на текущие расходы, оперативный резерв, подушка безопасности, накопление на крупные покупки, неприкосновенный запас и шестое – инвестиции. Вот шесть потоков, куда мы распределяем деньги. Так, а в потоки денег доходы не входят, только расходы и резервы. Смотрите, потоки денег – это то, что вы получаете, да, то есть входящий поток денег. Сейчас мы говорим о том, куда мы эти деньги после вас распределяем. То есть, опять же, потоков входящих денег, их тоже может быть какое угодно количество. Причем важно, если вы получаете поток денег от одного источника, это значит, что вы работаете в найме. Причем вы можете быть формально предпринимателем. У меня в коучинге были ребята, два парня, у них студия была визуализации. И вот я их попросил сделать реестр клиентов. И они сделали реестр клиентов и выяснилось, что да, клиентов у них там сколько-то, но 99% своих денег они получают от одного клиента. Я говорю, ну, ребята, вы работаете в найме. Ну, как бы, у вас один клиент приносит вам все деньги. Поэтому, ну, вы работаете в найме. Если вы окей с этим, то окей. Если нет, то нужно хотя бы еще одного клиента найти. Потому что если этот клиент вас выгонит, то все, вы останетесь ни с чем. Вот, поэтому, естественно, количество входящих потоков, да, тоже надо регулировать, да, но тоже с этим надо быть осторожным, да, то есть не нужно увлекаться. Например, тоже, ну, вот представьте, вы группа Битлз, да, и вы как группа Битлз получаете, там, не знаю, миллион долларов в неделю. Вот, и вы такие, блин, надо диверсифицировать как-то поток денег. Давайте-ка я еще открою цветочный магазин. Вот это смешно, но на самом деле, реально, после того, после распада Битлз, Ринго Старс собирался открыть магазинчик, чтобы деньги зарабатывать. Еще один поток денег. Вот, ну, это смешно, да, то есть, ну, нужно здраво, опять же, смотреть на эти источники денег, да, и если у вас есть способ, да, например, вы рок-музыкант известный, да, понятно, что вам бессмысленно открывать цветочный магазин, да, вы там много не заработаете, вот, но если вы при этом, например, еще будете сниматься в кино, да, Ринго Старс снимался в кино какое-то время, да, вот хороший поток, хороший дополнительный входящий поток денег. Так, недвижимость никогда не обесценивается до нуля, хорошая инвестиция для тех, кто не разбирается в инвестиционных инструментах. Да, это очень точное замечание, это действительно так, да, то есть, мы, нам не нужно очень сильно глубоко погружаться в тему, да, но мы понимаем, что если у меня есть недвижка, да, то это недвижка, это хороший кусок денег, и, соответственно, это всегда будет хороший кусок денег, поэтому у меня там, например, есть недвижимость в нескольких городах. И, опять же, да, я понимаю, что при необходимости, да, если что, если мне придется уехать из Москвы, да, я могу уехать там в Новгород уехать, или я могу уехать в Сянжу, если захочу, да, потому что у меня везде есть недвижимость. Ну, и в сумме это, это хороший, опять же, хороший, хороший кусок денег. Дальше, теперь давайте немножечко мы разберемся по инвестициям. Сейчас я постараюсь, тема непростая, сразу скажу, если вдруг среди вас есть финансисты, да, меня можно, наверное, на каких-то деталях подловить, но суть, поверьте, я вам суть изложу точно. Откуда вообще берутся деньги? Вот государство есть, да, и государство, там тоже есть сложные отношения, да, что такое государство, что такое Центробанк, какова функция Центробанка, да, что деньги там печатает не Центробанк, а Госзнак, да, Центробанк занимается регулированием, там и так далее, давайте вот в это все в детали, в эти не пойдем, да, постараемся максимально упростить ситуацию, да, вот государство, да, вот Центробанк, значит, через свой Центробанк, через свой регулятор, да, оно печатает деньги и вбрасывает через Центробанк в экономику какое-то количество денег. В России это там 25 триллионов рублей городской годовой бюджет. Тоже здесь не, тоже можно путать, да, сколько денег вбрасывает, это не как бы количество, годовой бюджет не равен количеству денег, которые вбрасывает Центробанк, да, мне важно просто, чтобы вы понимали там масштаб, объем вот этой денежной массы, да, вот сколько-то денег они напечатали, и в начале года там, допустим, да, они эти деньги вбросили, да, под условные там 9%, да, ключевая ставка, у кого-то она 9%, у кого-то она 5%, неважно, да, под, допустим, под 9%, и кому он дает эти деньги? Он дает их банкам, в банковскую систему, вливает в банковскую систему, да, и вот банки, получив вот эти 9% деньги, дальше они что с ними делают? Они их дают бизнесу и дают людям, заемщикам, дают под уже там 12%, например, условно говоря, да, и вот 3% эти они получают, да, в конце года, год прошел, и заемщики вернули эти деньги плюс 13%, да, банки вернули эти деньги государству, да, вернули через Центробанк, да, плюс 9%. Но смотрите, напечатали столько-то денег, да, 100% денег, отдали на рынок, а взяли на 9% больше, то есть откуда-то должны взяться 9% денег, а денег-то ниоткуда не взялось, да, то есть откуда берутся эти деньги? Ну, на эти деньги, на эту сумму, на эти проценты деньги обесцениваются, да, то есть возникает инфляция на те же самые плюс-минус 9% и, соответственно, за счет управления вот этой ставкой, да, Центробанк управляет инфляцией, управляет ростом цен. Вот как в свое время говорили, что в 2008 году у Центробанка, у нашего столько резервов, когда нам говорили, что, а, курс доллара такой-сякой, что наш Центробанк может курсом доллара написать «пошли нахер». Вот это действительно так, да, то есть вот наш Центробанк инфляцией может написать то же самое. Да, то есть и управление инфляцией происходит просто вот в ручном режиме. И вот тут вы с вашими деньгами, да, вот вы человек, инвестор, да, и вы предлагаете свои деньги бизнесу, да, потому что любая, любая компания, которая занимается инвестициями, это бизнес. Да, напомню, деньги стоят 9% в год. То есть, если вы хотите получить, вот у вас ваши 100 тысяч рублей, вы хотите отдать их бизнесу на год, да, и получить больше 9%. Почему? Потому что инфляция 9%, да, деньги через год, они будут легче на 9%. Соответственно, вы хотите отдать деньги кому-то, кто заплатит вам за пользование этими деньгами больше, чем 9%. Но если вы хотите получить больше 9%, то бизнесу проще взять эти деньги не у вас, а у Центробанка. Потому что у него они стоят 9%, а у вас они стоят больше 9%. И, соответственно, вы неизбежно, когда вы отдаете кому-то деньги, да, вы получите меньше 9%. И любой банк, который вам выдает, у вас берет ваши деньги, да, он вам заплатит. То есть, если вы берете кредит, вы за пользование этими деньгами заплатите, там, от 12 до 15%. А на самом деле еще больше, потому что там тоже сложные проценты начислят, там, и так далее. Особенно, если ипотечный кредит. Если вы отдаете деньги банку, да, кладете их под процент, то вы получите, там, 5-6%. И все, что выше этого, да, то есть, если есть какой-то финансовый инструмент, где вам предлагают, говорят, мы платим 20% в месяц, это однозначно финансовая пирамида, которая, в конце концов, лопнет, да, то есть, это система, при которой ваши деньги отправляют в рекламу на привлечение следующих подписчиков. И в какой-то момент оно увеличится настолько, что перестанет себя обслуживать, уже рухнет, и люди, которые это организовали, пойдут регистрировать новую финансовую пирамиду, а вы останетесь ни с чем. То есть, вот эти деньги, которые, они как бы взялись ниоткуда, они у кого-то отняты. И, возможно, они отняты у вас. Или будут отняты у вас. Потому что любой рынок, абсолютно любой, играет против среднего игрока. То есть, вот если вы средний игрок, вы приходите на рынок инвестиций, да, вы на этом рынке будете терять деньги. Вот если взять в сумме всех инвесторов, которые приходят на рынок, да, вот всех инвесторов всего мира, которые приходят и инвестируют деньги. В сумме они каждый год теряют деньги. То есть, какое-то количество из них зарабатывает, какое-то количество теряет и теряет все, да, но в сумме, в среднем, они теряют деньги. Насколько понятна эта мысль? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Называется Молчанов, решил рассказать об инвестициях. Не инвестируйте, не инвестируйте, не инвестируйте. Ни в коем случае, никакие все финансовые инструменты для безумцев. Я помню, когда я запускал вот этот год денег, и когда люди писали посты, и я читал все эти посты, потому что, ну, мне же интересно, кто будет курс проходить. И, значит, один из моих учеников тоже написал этот пост, и ему кто-то пишет, а будет ли он там рассказывать о криптовалютах? Вот. То есть, инвестирование это зло. Нет, 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 нет. Вот ни в коем случае. Инвестирование не зло. Я вовсе не это хотел сказать, да, а то, что финансовые инструменты для инвестирования, которые продают инвесторам, по большей части зло. То есть, по большей части это инструменты, предназначенные для выжимания денег у инвесторов. Да, и даже если это выглядит как вполне рабочий инструмент, да, там обязательно есть или какие-то скрытые комиссии, на которых вы будете терять, либо там за каждую транзакцию вы будете там, 10% с вас будут снимать и так далее, и так далее. Да, вас найдут способ оставить вас без денег. Но, тем не менее, да, что я уже говорил вам, кстати, говоря о том, что надо быть осторожнее с инвестициями. Помните, мы с вами говорили о квадранте денежного потока. Как можно выиграть? У рынка можно выиграть. Да, то есть, все, в сумме все проигрывают. Да, если посмотреть на любой рынок, абсолютно любой рынок, взять писательский рынок, то есть, если взять всех писателей мира, которые пишут книги и эти книги издают, и люди их читают, в большинстве, вот в среднем, люди теряют деньги на том, чтобы писать. Не зарабатывают деньги, а теряют. То есть, вот взять всех писателей, которые написали хотя бы одну книгу, взять все деньги, которые они заработали, разделить на всех, и получится минус 100 рублей. Всех сценаристов взять, которые пишут сценарии, поделить на них все деньги, получится минус 100 рублей. Вот абсолютно чем угодно, да, спортсменов, не знаю, нефтяников, вот любой рынок, любой рынок играет против среднего игрока, да, потому что он именно за счет этого и растет. Понятно, то есть, но для того, чтобы достичь успеха, в зависимости от того, там, на каком рынке вы работаете, вы должны быть лучше других. И в некоторых рынках достаточно хотя бы чуть-чуть быть лучше других, чуть-чуть быть выше среднего, и вы уже будете успешны. Да, кстати, вот, в случае со сценарным мастерством бывали такие времена, когда было достаточно, ну, хотя бы чуть-чуть быть выше среднего сценариста, и вы были завалены работой, когда рос рынок. Сейчас, кстати, опять рынок растет. С писательством то же самое. Вот чуть-чуть вы лучше, чем все остальные, и у вас уже все в порядке. С инфобизнесом то же самое, да, рынок растет. На растущем рынке, если вы чуть-чуть хотя бы лучше других, вы будете нормально зарабатывать. То есть нужно быть либо умнее рынка, да, то есть находить вот эти потоки денег на рынке и уметь их оседлывать, либо быть сильно быстрее рынка. То есть очень быстро перескакивать с одного потока на другой, да, и как только поток иссяк, вы уже на другом рынке. Вот. В случае с инвестициями, что это значит? Ну, находить сильно недооцененные активы и делать их высокодоходными. Это стратегия Уоррена Баффета, да, то есть он годами ищет какие-то недооцененные активы, да, и он делает, типа, там, в среднем одну сделку в год инвестиционную. И, соответственно, да, все активы, которые он покупает, да, он, они, они есть, на рынке есть активы, просто их не так просто найти. Да, еще же все не то, что кажется, да, то есть у него отработана многолетняя система оценки активов, да, и вот он эти активы умеет оценивать и умеет видеть, что вот этот актив недооценен, и если в нем сделать то, другое, третье, четвертое, да, актив станет высокодоходным. И, соответственно, вот есть люди, которые это делают и на этом очень много зарабатывают. Дальше. Второе, что может быть. Делать много коротких сделок, зарабатывая на разнице. Это стратегия хедж-фондов. Сейчас там в основном нейросети торгуют, в основном роботы делают вот эти множество, иногда миллионы сделок в год, да, купили, поддержали, перепродали. Здесь купили, там перепродали, заработали один цент. Здесь купили, там перепродали, заработали один цент. И вот миллионы таких сделок и идет какой-то заработок. А по этому сняты сериалы индустрия и сериал миллиарды можете посмотреть если интересно как это работает но рано или поздно вы прогорите потому что при такой стратегии стратегии коротких сделок нельзя ошибаться потому что можно допустить ошибку при которой ты теряешь все очень высок риск да то есть ты приобретаешь немного но если ты теряешь ты теряешь сразу же много что еще может быть но я просто я не не скажу что я вам это рекомендую но просто для понимания ситуации либо это коррупционная сделка то при которой вы обворовываете государству да то есть государство это система которая очень часто позволяет себя обворовывать да то есть это бизнес редко позволяет себя обворовывать да там выше контроля государства это такое все вокруг колхозное все вокруг моего да то есть когда активами управляют В случае государства активами управляют люди, которые не владеют этими активами. То есть это временный человек пришел и управляет огромными активами. И соответственно образовывается коррупционная сделка, при которой вы покупаете очень дешево, продаете очень дорого. Большинство успешных инвесторов мировых, все что у вас на слуху, все вот эти люди, не буду называть их имен, для того чтобы не вызывать лишний срач на эту тему, это коррупционные сделки. И на западе в Америке в большей степени даже чем у нас. Это именно коррупционные сделки. Потому что у нас рынок как раз таки растет. У нас есть, у нас можно и без, тоже есть естественный. Естественный, да, мы не розовые пони. Естественно тоже большое очень количество коррупционных сделок, да, но, что называется, да, у нас и так растущий рынок. Поэтому там и без этого можно. Итак, какие есть инструменты инвестиционные? Недвижка, золото, финансовые инструменты, вот о которых я вам говорил, да, в том числе криптовалюты, в том числе акции, в том числе игра в казино и так далее, и так далее. То есть игра в казино это тоже финансовый инструмент, да. Есть люди, которые, да, понятно, что вы не управляете этим финансовым инструментом, да, но может быть такая ситуация, что вы вложили в лотерейный билет 100 рублей и выиграли 100 миллионов. Может такой быть? Может быть, да. Что это? Ну, успешная инвестиция. Формально, да. Другое дело, что, опять же, большинство людей, которые в этот финансовый инструмент вкладывают деньги, они вот деньги теряют. Дальше, что еще может быть? Могут быть премиальные товары, да. Как ни странно, сумочка это инвестиционный инструмент, да. То есть вот машина, когда вы купили машину, выехали с этой машиной из салона и она тут же потеряла в своей стоимости от 10 до 20 процентов, да. То есть вот она в салоне, она стоит, допустим, 50 тысяч долларов, выехали, она стоит 45 тысяч долларов или 40 тысяч долларов. Если вы сейчас ее захотите продать, она уже дешевле на 10, там, на 20 процентов. Как ни странно, сумочка, хорошая, дорогая сумочка высокого класса увеличивается в цене сразу же после того, как ее купили. То есть вот магазин продает сумочку там, ну, например, 10 тысяч долларов, вы ее купили, вы ее достали, распечатали, она уже стоит 12 тысяч долларов. А через 10 лет она будет стоить 120 тысяч долларов. Ну, если, конечно, она будет в хорошем состоянии. Вино, как ни странно, опять же, понятно, что это не из красного и белого, да, портвишок за 70 рублей, да. Но есть вина, причем даже не сумасшедшей стоимости, да, там, от 10 тысяч долларов бутылка, да. И они могут расти в цене, опять же, для любителей, для тех, кто в этом разбирается, там, и так далее, и так далее, да. То есть есть люди, которые вполне используют себе это как инвестиционный инструмент. Купили бутылку вина или бренди какого-нибудь коньяка, виски. Если он у вас полежал 10 лет, вы его продали, там, в 5 раз дороже. А есть ситуации, когда за 10 долларов вы покупаете бутылку вина за 10 долларов, а перепродаете через, там, 10 лет перепродаете за 10 тысяч долларов. То есть, опять же, есть люди, которые в этом разбираются и очень хорошие деньги на этом зарабатывают. Дальше, часы. Понятно, что это не вот G-Shock за 700 долларов, да, но хорошие, хорошие марки часов есть, которые вы можете купить, там, допустим, за те же, там, 10 тысяч долларов, а перепродать потом за 15 тысяч долларов, да. То есть сумма растет. У меня есть такие часы, которые уже не выпускают, да, которые я купил, допустим, там, за, не знаю, там, за полторы, по-моему, тысячи долларов, да. Они сейчас уже стоят 3 тысячи, если их продать. И будут расти и дальше. И, наконец, пятое, это вложение в собственный бизнес. Я считаю, что для фрилансера наилучшее направление инвестиций – это недвижимость и вложение в собственный бизнес. Если у вас есть кредит, особенно ипотечный кредит, лучшая инвестиция, нет ничего по доходности для вас лучше, чем досрочное погашение долга. То есть это самое выгодное. Никуда не вкладывайте деньги, пока у вас висит кредит. Вкладывайте в досрочное погашение долга. Там самая-самая большая выгода. Теперь, что касается экспертизы. Еще раз я повторю эти инструменты. Это недвижка, золото, финансовые инструменты, премиальные товары и вложение в собственный бизнес. Что здесь, какие направления вложения в собственный бизнес? Это учеба и продвижение. Два направления. У меня, я когда вспоминал какие-то свои финансовые вложения, самая высокая эффективность – это вложение в обучение. То есть во ВГИКе я учился, заплатил 10 тысяч долларов и заработал несколько миллионов долларов. Заработал в итоге с помощью знаний, полученных во ВГИКе, написанием сценарий своих. И коучингу парабеллума, за который я заплатил миллион рублей. Тоже он уже купился там многократно. Тоже уже несколько миллионов долларов заработано. То есть самая высокая эффективность инвестиций – это обучение. И второе – это, опять же, большинство из вас эксперты. Самая выгодная инвестиция – это вложение в трафик, вложение в продвижение. Вложение в то, чтобы в рекламу, в создание каких-то материалов, в съемки, запуск подкаста, в аппаратуру для обеспечения всего этого. И так далее, и так далее. То есть все, что связано с продвижением. Может ли быть неэффективное вложение в обучение? Может быть. Например, вузы в целом переоценены. То есть, например, если бы я учился сценарному мастерству сегодня, и я не был бы я, я бы учился у себя. То есть, ну, я бы пошел учиться вот в мою сценарную мастерскую, если бы я был начинающим сценаристом. Да, когда я учился, выбора не было. Потому что, ну, был в ГИК и в ЭКСР. Все, два варианта. В ЭКСР мне не подходил, потому что там дневное обучение, а мне работать надо было. Во ВГИКе было вечернее. Я пошел во ВГИКе. Да, сейчас, пожалуйста, вот онлайн в нашем мастерской можете учиться. Есть огромное количество, там, на Западе, например, да, вот есть большие очень проблемы, связанные со студенческими кредитами. Там на уровне президента, там, пытаются решить эту проблему, да, каким-то образом обнулить эти студенческие кредиты, да. То есть, это действительно очень большая проблема, да. То есть, люди берут студенческий кредит, выплачивают его всю свою жизнь, да, а работу не могут получить по специальности, да. То есть, эта инвестиция не окупается. Почему? Потому что рынок работает против среднего игрока. Насколько понятна эта мысль? Если понятно, напишите в чате, что все понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Ребят, покупка ОФЗ, чтобы угнаться за инфляцией. Смотрите, вот любые инструменты, да, я говорю, что у них у всех есть побочные те самые. Я считаю, что побочные эффекты, да, риск. Я считаю, что не надо даже пытаться, да, то есть, если у вас есть деньги, да, не надо даже пытаться с помощью вот этих финансовых инструментов угнаться за инфляцией, да. То есть, вы себе сохраняете какое-то количество денег, да. То есть, нет задачи, когда я кладу деньги на банковский счет, у меня нет задачи заработать на этом. У меня есть задача, чтобы они не слишком обесценились, пока они там лежат. Вот. И дальше я их трачу, ну, вкладываю, вернее, во что-то. В трафик вкладываю, в проекты свои какие-то вкладываю. И они у меня именно в проектах, да, они у меня окупаются гораздо больше. Да, то есть, ну, условно говоря, давайте я вам схему расскажу. Не буду говорить, кого. Девушка одна знакомая в Инстаграме запускала проект. Вложила, я сейчас не помню точно сумма, по-моему, 11 миллионов она вложила. Я боюсь, я могу путать, потому что там у нас разговор, это года 4 назад был, то ли 11, то ли 18. Помню, что больше 10 в течение года вложила в рекламу в запрещенные соцсети с картинками. И заработала больше 80 миллионов рублей за это время. Ну, считайте, во сколько раз окупились инвестиции. В 8 раз. Да, где еще такое может быть? Все очень просто. Поэтому. И я хочу предложить вам очень простой тест, готовы ли вы инвестировать. Советую его провести физически. То есть, прям физически сделать его, выполнить. Я его делаю для себя. То есть, я никогда не советую то, что не делаю сам. И причем, я это сделал, отложил деньги, и потом через месяц прибежал и снял их. И потратил. Потом опять отложил, и опять прибежал. Два раза у меня было. Прибежал и снял эти деньги. Потом отложил, и все. И больше не трогал эти деньги. Вопрос. Можете ли вы, давайте мы мысленный хотя бы эксперимент такой проведем. Можете ли вы, вот прямо сейчас, взять один месячный доход ваш, положить куда-то в стол, в сейф, в банк, не важно куда. Вот сколько ваш месячный доход, вспомните, да? Представьте эту сумму. Вот вы ее сейчас берете, кладете их в стол, и в течение года до 10 апреля 2024 года вы эти деньги не трогаете. Вопрос. Можете ли вы так сделать? Если можете, напишите. Да, могу. Легко, Ксения, может. Все, все супер. Светлана не может. Елена, запросто. Ольга, нет. Это нормально, да? Можете или не можете. Все же на разной стадии, на разном уровне. Вот задача дойти до такого уровня. И когда вы это сделаете, я советую это сделать физически. Потому что это действительно очень хорошее упражнение, которое полностью меняет всю картину. Ну, все в отношении с деньгами меняет сразу. И у вас доходы начинают расти сразу же очень быстро. Как ни странно. Да, вот Елена пишет. Третий месяц ловлю себя на том, что вначале откладываю, а в конце трат. Ну, это тоже нормально, да? Я говорю, что я тоже был на этом уровне. Так, если достать эту сумму из НЗ и положить ее... Нет, НЗ мы не трогаем. НЗ для того нам и состоит, чтобы у нас не было. И вот я советую, прежде чем начинать заниматься инвестициями, вообще подходить к этой теме, я советую сначала сделать вот такое упражнение. Отложить деньги и год прожить, не притрагиваясь к этим деньгам. Я помню, я читал, когда про Уоррена Баффета, и там рассказывали историю какую-то про его дочку, которая просила у него что-то там, 40 тысяч долларов на ремонт. И он ей не дал. Вот. Естественно, это все преподавалось под таким углом, что типа, как же так, блин, он там самый богатый человек в мире, в то время был, да, вот не дал 40 тысяч долларов. Ну, я понимаю, что здесь два нюанса, да. Во-первых, ну, как бы, детей не надо очень баловать, да. То есть, если у тебя, тебе нужны деньги на ремонт, ну, пойди и заработай, да. То есть, когда у меня дочка, там, у меня попросила что-то, не помню, что, машину, по-моему, она. Да, я мог бы, конечно, ей купить машину. Вообще без вопросов. Я сказал, ну, окей, говорю, ну, хорошо, ну, у меня нет машины, да. И это будет очень странно, что я, у меня нет машины, да, а у тебя будет машина, причем купленная на мои деньги. Да, что-то в этом как-то не бьется. Говорю, ну, иди заработай, будет у тебя машина. Вот. Поэтому. А с другой стороны, да, я понимаю, что он четко знает, что 40 тысяч, которые он отдаст дочке на ремонт, да, они будут потрачены на ремонт, и все, да. А он эти 40 тысяч, он превратит, за какое-то время превратит в 40 миллионов своими точечными снайперскими инвестициями. Хорошо, теперь давайте мы с вами немножечко подумаем, да, давайте мы представим с вами, попробуем немножечко вперед заглянуть. Вот вы взяли один месячный доход, положили в стол, в течение года не притрагивались к этим деньгам, да, вот вы год прошел. И теперь давайте представим такую вещь. Вот у вас 100 тысяч рублей, да, вот помимо всех ваших доходов, не считая вот просто 100 тысяч рублей, вот они лежат. И вы их можете инвестировать во что угодно, вложить во что угодно, потратить на что угодно. Давайте мы просто тест проведем. Вот 100 тысяч рублей. Вам кто-то подарил 100 тысяч рублей. На что бы вы прямо сейчас потратили 100 тысяч рублей, если бы они у вас дополнительно к вам прилетели? Напишите сейчас в чате. Так, гипотетически могу, но будет зудить. Так, так, приключилось, когда с долларом приключилась чехарда. Жалко, стало меня дешево. Так, 100 тысяч рублей. На что вы прямо сейчас потратили бы 100 тысяч рублей? Так, на мастерскую. Да, это хорошая инвестиция. Здоровье на рекламу, продвижение. Так, пока иду в том направлении, что у меня не один поток уже хорошо. Вложил бы в недвижку, на поход к стоматологу, обучение и рекламу. Очень хорошо. На продвижение себя. Золото куплю на 90. На обучение, на частичное досрочное погашение ипотеки, вложение на квартиру. Купил бы курс. На коучинг. Отложил бы от них, а остальное бы потратил на поездку в санаторий. Окей. Так, путевку в санаторий и преобразование дачи. Хорошо. Теперь представьте, что вам подарили миллион рублей. Давайте пусть бы подарили. Вот у вас взялся откуда-то миллион рублей. Дополнительно. Вам его не надо отрабатывать, ничего. Вот такое условие задачи. На что бы вы потратили, или во что бы вы вложили, миллион рублей? На путешествие кайфушку. На отдых. Давно не отдыхала, только учусь, работаю. Так. Полностью погасила бы ипотеку. Купить квартиру под сдачу. Достройка дома. Так. В недвижку. Интересно. Миллион. Там везде обучение. И это самое. Так. 50% на погашение ипотеки, 50% на дальнейшее обучение. Так. Как раз миллиона не хватает на реализацию своей мечты. Вложение в недвижимость. Путешествие с внуками. Купила квартиру в Смоленске. Недвижка. Купила вы квартиру. Пока вложила в банк, но квартиру не хватает. Так. В продвижении обучение, как зарабатывать миллионы. Так. Нежилые метры в центре. На все ваши курсы. Но это гораздо меньше, чем миллион. Это 4 курса. 70 тысяч. 140. 280 тысяч годовой курс. Это стоит. Что в 4 раза дешевле, чем в Афгике. чем год в Афгике. Причем наше обучение закрывает полностью годовую Афгиковскую программу. Так. Завершение строки дома. 620 миллионов. Квартира в Сочи. Так. Хорошо. Теперь миллион долларов. Сколько там сейчас доллара у нас? 80 миллионов рублей. Или миллион долларов. Вам подарили. Во что бы вы вложили миллион долларов? Так. Жду. Недвижка на обучение. Погасила долг. Сходила бы к стилисту. Переоделась. Фотосета. Реклама бизнеса. Вот это уже можно на квартиру потратить. Да. Так. Недвижку. Москва. Дубай. Обучение. Продвижение. Личного бренда. Открытие бизнеса. Покупка квартиры на морском побережье в Аргентине. Получение гражданства. С такими деньгами можно реализовать не одну мечту. Это не ответ. Друзья мои. Понимаете. Дело в том, что очень часто у людей нет денег просто потому, что они им в голову не помещаются. Давайте мы их в голову поместим хотя бы. Для начала. Собственный исследовательский институт. Квартира. Инвестировала в земельные участки. Недвижку обучения очень крутых людей. Продвижение. Так. По вашим шести потокам один из них Экобизнес. Мне бы на все хватило недвижимость, круиз, здоровье, обучение. Миллион бы вложила в бизнес. Квартира в центре домика моря. Гражданство. Недвижка. Своя киностудия. Очень хорошо. Так. Миллион долларов. Переехала на другое место. Купила бы жилье. Дом в деревне. Центр творчества с галереей. Запустила бы проект, о котором мечтаю сейчас. Открыла бы детские дома с добрыми, любящими детей и воспитателями. Так. Окей. Хорошо. Теперь. Миллиард долларов. На этом мы остановимся. Это последнее. Вот. Вам дарят миллиард долларов. Во что бы вы вложили миллиард долларов? Так. Закрыла бы все свои долги. Недвижимость. Мое и обучение сына. При некоторых обстоятельствах на бизнес. Мужа. Купила бы дом в ТОПС. Небольшой. Это, видимо, еще миллион. Уже не миллиард. Миллиард долларов. Во что бы вы вложили? Так. Уже полтора часа. Вот это. Так. Открыла бы банк. Сдавала бы под проценты. Положила бы надежные счета под рост процентов. Разделив на несколько частей. Если интересно, я тоже могу вам сказать, во что бы я вложил. Крупные социальные проекты. Недвижимость для родственников. Бизнес-путешествия. Компания по производству игр. Киностудия. Издательский дом. Благотворительность. Создала бы Академгородок. Я бы создал фонд, из которых треть денег я бы вкладывал в освоение космоса. Я понимаю, что миллиард это не такие большие деньги для этого. Но тем не менее. Треть вкладывал бы в продление жизни и треть в создание социального строя, который бы обеспечил первое и второе. Социального строя, который обеспечил бы освоение космоса и продление жизни людей. То есть здесь, соответственно, и решение проблем голода, решение проблем образования и так далее, и так далее. Я бы, если мыслить совсем масштабно, выходить на такой планетарный уровень, вот это то, чем я бы хотел заниматься. Так, можно купить всю деревню. И не одну. Создание экопарков. Купила бы город в Африке и организовала бы турбизнес. Научно-исследователь и кругосветные путешествия. Снял бы сериал. Так, в нашем городе построить мусороперерабатывающий разворот, благотворительность. Открою издательство. Научное исследование в эзотерике. Очень интересно. Провела бы медицинское исследование на основе этого, запустила проект. Тоже, кстати, вот это интересно. Научный подход к эзотерическому знанию это офигенно интересная тема. Мне кажется, что постепенно сейчас вот с легкой руки, как ни страну, с легкой руки Карла Густава Юнга, который некий, мне кажется, впервые такой некий научный подход применил. И я думаю, что там будет больше исследований. Я думаю, что что-то мы там найдем такое. Проект помощи больным детям. Полюс экологии. Это я тоже за соцстрой. Все бы распланировали. Недвижимость, где хочу, путешествие, благотворительность, издательство. На издательство... Ну, конечно, на издательство не нужен миллиард долларов, достаточно миллиона. Так, стоп, сначала 10% отложу, остальное буду тратить. На золото, бриллианты, обучение, недвижка. Стоит дело, открытие новых бизнесов. Открыло бы центр работы с детьми, сформировать их как личности. Вот смотрите, вот то, чем мы с вами сейчас занимаемся, да, это очень полезное упражнение. Я советую делать его время от времени. Да, вот 100 тысяч, миллион, миллион долларов и миллиард долларов. Я понимаю, что на это можно сказать, что, ну, дурак думкой богатеет, что, какая польза от того, чтобы мечтать, на что бы я потратил несуществующий у меня миллиард долларов. Это для того, чтобы развивать масштабность мышления. То есть, это очень и очень полезно. Почему? Потому что, если, например, вы, мысляя о миллиарде, начинаете мыслить о покупке дома себе, да, это значит, что вы пока мыслите на уровне не миллиарда долларов, а на уровне миллиона долларов. Да, и очень многие, кстати говоря, очень многие люди, в том числе, миллиардеры, да, сегодня, я не помню, где-то около двух тысяч миллиардеров в мире, и далеко не все из них мыслят на уровне миллиарда. То есть, есть люди, у которых есть миллиарда, они мыслят на уровне миллиона. Да, вот домик себе купить, яхту прикупить и так далее, и так далее. Они не мыслят глобальными проектами. Я считаю, что надо идти к этому. Если у вас есть воображаемый миллиард, а вы думаете о том, что вы выплатите долги, платите образование и себе еще что-то купите, он у вас пока в голову не помещается. А когда он у вас в голову поместится, вам решит проблему миллиона рублей, для вас это будет не проблема. Вам гораздо легче их будет и в голову себе поместить, и в карманы в конце концов. Хорошо, друзья мои, на этом я сегодня предлагаю закончить. Большое вам спасибо за вашу работу. И домашнее задание, естественно, я не могу это контролировать. Сделать распределение на вот эти 6 корзин, 6 потоков. И мы возвращаемся до конца тренинга, мы возвращаемся к сбору подтверждений. Снова начинаем каждый день убеждение, что я притягиваю деньги, уже на новом уровне. И собираем снова 3 подтверждения. Также я напоминаю, друзья, что еще раз напоминаю, что идет наборный онлайн-курс по написанию романа. И увидимся в следующий понедельник в 12.00. Спасибо и покеда!